Пссс, эй парень, хочешь поиграть на ютюбе? Это проще сделать у начинающих стримеров и блогеров. Вот тебе в руки начинающий стример, канал ArsGaming. Парень планирует развивать развлекательный канал по MLBB. Каждый день стримы и игры со зрителями. Вливайся, ссылка в описании. Мур, привет друг, это Зверько. Я смотрю, тебе понравился видеоролик «Как контрить Эсмеральду». Если ты его не видел, то он будет в подсказках. Я думаю, будет неплохо пройтись по метовым героям, особенно которых банят при пике в ранге. В съемках взяли на себя часть работы Никита Умка, Дэвил, а со стрелком помог Сэй Вуф. Спасибо ребятам, они сэкономили мне кучу времени и удалось выпустить ролик пораньше. Итак, сегодня речь пойдет о гасцене. Чем же он опасен? Нужно помнить, что гасцен крайне опасен вблизи, когда лезвия проходят сквозь твоего персонажа и также возвращаются. Сближение достигается тремя путями. Это пешком соответственно, крышком ульты и с помощью ножа первого навыка. Именно комбинация возвращения первого навыка и возвращения ножей второго навыка смертельна, поскольку гасена закидывает за спину противнику, а ножи имеют довольно обширную область. Но такой прием требует навыка точного расчета тайминга, зависящего от расстояния гасена до цели. И тебе тоже придется потратить время на освоение навыка противодействия. Первый способ. Это стараться не бежать постоянно в одном направлении. Мэнси, чтобы вернуться от клинка первого навыка, и ты сможешь избежать самой опасной комбинации. Гасена придется бежать к тебе пешком или прыгать ультой. И самое сложное. Если ты уже словил нож в брюхо, прыгать придется так, чтобы уменьшить количество задевших тебя ножей. Для этого прыгать лучше всего в сторону и от гасена, и от летящих навстречу ножей. Делать этот прием могут все персонажи с прыжком и те, кто взяли вспышку. Покажу несколько примеров. И сейчас накидаю еще несколько контр-вариантов. Банально оглушить и забить пропускаем. Как только ты поймешь принцип действия, так же поймешь, как можно отыгрывать против гасена другими персонажами. А вот тебе начальный список. Кэрри имеет большой урон и быструю перезарядку прыжка. Клауд может несколько раз перемещаться между голограммой, плюс щит, который навешивается во время ульты. Он не позволяет полноценно исцеляться в ампирикам гасену. Кагура обладает довольно высоким уроном. Очень подвижно, навешивает на себя щит и может оттолкнуть гасена. Это делает ее весьма проблемным противником. Продолжение следует... Харли. Мгновенная телепортация, притом дважды. Высокий урон в одну цель. Мгновенная телепортация, притом дважды. Хелкарт. Ульта при инициации мешает прицелиться для броска первого навыка. При ловкости рук и мозгов можно дождаться полного раскидывания ножей, после врубить ульту до попадания и прыгнуть к противнику на лжив молчание. А лучше, конечно, начинать бой с гасеном, зарядив второй навык и основательно пофармив. Мгновенная телепортация, притом дважды. Высокий урон, два прыжка и молчанка делают ее грозным противником. Но я тоже рекомендую для выхода на гасена основательно пофармить. Ланселот. Ну, конечно же, братан по шиперству Ланселот. Очень опасный убийца с возможностью доджа навыков и дикой подвижностью. Сабер. А вот этот киборг уже братан по механике. Много урона также проходит, когда он раскидывает или возвращает ножи близ противника. Плюс ульта, вырубающая врага. Но в реалиях меты эта ульта и есть его минус. Хаябуса. Этот убийца, благодаря своей подвижности и неуязвимости во время ульты, сам по себе контрпик многим героям. С учетом скилла, конечно. Мартис. Довольно живучий боец. Первым навыком портит гасену тайминг. Вторым навыком мало того, что уворачивается, так еще и снижает входящий урон. А ульта поможет добить ослабленного гасена. Чем более живучий Мартис, тем большая проблема для гасена. Чу. По принципу Мартиса. Много контроля, щит и внушительный урон. Много контроля. Руби. Может постоянно после навыков смещаться в сторону. Живуче и дикое самоисцеление. Минситар. Лютый противник героев с прыжками. Способен притянуть, ограничить подвижность. Но есть нюанс. Гасен из ульты может выбраться с помощью первого навыка, воткнув нож в крипа или лесного монстра. Конечно, это не все герои с контрдействами, но принцип ты понял. И еще. Я упомянул исцеление. Многие игроки, по примеру топов, берут со старта концентрированную энергию. И мне больно смотреть, как в середине боя некоторые не понимают, почему не могут перестрелять в рукопашную гасена, не подумав купить антихил. Этот предмет резко снижает живучесть гасена. И даже если ты не на контргероя, не забудь помочь товарищу по команде. На этом все. Пиши в комментарии, кто еще нуждается в разборе контрмера. Также мне удалось сообщить разработчикам, какие бы правки я внес неметовым героям, чтобы повысить их популярность. Но это расскажу в подкасте. А скоро обновление тестового и, похоже, новый мак. Подписывайся, чтобы не пропускать видео и жми колокольчик. Делись видео с друзьями и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!